Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про самую скандальную выставку современного мирового искусства, которая обычно проходит в Лондоне в начале октября. Я говорю про Фрис Арт Фэр. Впервые я попала на эту выставку в 2011 году, прямо в первый год моей жизни в Лондоне. Меня направила туда моя компания Main People. Я вот до сих пор храню этот бейджик, который мне дали в качестве аккредитации. И сказали, снимай там все, что можно. Это очень такая гламурная и стильная выставка, куда приходят все богатые и знаменитые за новыми экспонатами, чтобы вложить деньги и приобрести очередной мировой шедевр. И правда, когда я попала туда, я была просто в шоке от тех экспонатов, которые я увидела. Там были представлены различные бытовые предметы, как-то деформированные, что-то там в них добавлено. Даже огромная яхта стояла посреди выставочного центра. Более 150 выставок со всего мира съезжаются на эту выставку, чтобы представить свои новые экспонаты современного искусства. Ну и естественно, там представлены знаменитые артисты. Так переводится с английского языка слово художник. Артист от слова арт. С мировыми именами приезжают на эту выставку, чтобы показать свои новые шедевры. И что я там увидела в 2011 году? Какие-то просто расплавленные свечи, агарки, поставленные на бутылки. И вроде бы ничего особенного. Бутылки с расплавленными свечами. Но когда приглядишься в них, увидишь человеческие лица. То есть они как-то по-особенному были расплавлены. Потом идешь по выставке, видишь такую огромную гору каких-то красных раков. Подходишь ближе, оказывается, это расплавленные компьютерные мышки, из которых создается такое тело человека, который сидит за компьютером. Потом подходишь, смотришь, какие-то вроде бы лица людей, составленные из камней, из черепов. Фу, гроздья винограда свисают в качестве зеленых волос. Я все это пофотографировала, отправила в свое агентство. А также я тогда еще работала волонтером в РИА Новости, в проекте «Ты репортер» им тоже отправила. И вот этот вот репортаж зашел в РИА Новости очень хорошо. И меня пригласили дальше работать, освещать лондонские события в РИА Новостях. После чего они же мне написали рекомендательное письмо, когда я устраивалась на учебу в университет. Целый день можно ходить по этому павильону с выставкой «Фрис Артфея» и не увидеть абсолютно все экспонаты. Ну и когда я уже несколько лет после этого ходила по этой выставке, конечно, ты даже не успеваешь подойти и прочитать, что же автор имел в виду, потому что тебе хочется посмотреть абсолютно все. Это просто воодушевляет, как-то вдохновляет тебя на создание, на творение. Очень рекомендовано дизайнерам обязательно бывать на этой выставке каждый год. Эта выставка всегда называется «Инспирэйшн», то есть вдохновение. Вдохновение на новое творчество, на новые работы, на креатив. Любой из экспонатов может дать вам какую-то новую идею, включить в мозгу какой-то потаенный канал, и вы придумаете что-то новенькое, интересненькое. Вообще просто очень рекомендую даже любому человеку побывать хоть раз на этой выставке. Выставка, конечно же, не бесплатная, вход туда стоит, я не знаю даже сколько, я же бесплатно ходила, ну может быть 30-50 фунтов, но в принципе оно того стоит. Помимо этого, есть абсолютно бесплатная выставка. В самом парке, где проходит это действие, это «Оридженс парк», и там представлен всегда парк скульптур. То есть несколько экспонатов, штук 15, расставлено по всему парку, и вы можете походить погулять по парку и посмотреть эти дорогущие экспонаты. Я помню в каком-то, в 2015 или 2016 году стоял такой огромный Микки Маус, и ты там такой малюченький под ним. Вот этот вот Микки Маус стоил миллионы фунтов стерлингов. Можете себе такое представить? И очень много различных. В 2013 году мы погуляли по этому парку с моей подругой Юлией и ее мужем Питером. Там была какая-то такая зеркальная дверь, VIP, и мы там тоже пофоткались. В общем, по парку прогуляться тоже интересно, и это абсолютно бесплатно. Скульптуры уже в этом году представлены в парке, и вот это вот мероприятие Фриз Арт Фея Скалпчо Парк уже проходит с начала сентября, и где-то, может быть, до конца октября это продлится. Так что, если кто в Лондоне и желает прогуляться среди дорогущих экспонатов мирового искусства – welcome! Также в другом павильоне недалеко от основной выставки Фриз Арт Фея проходит выставка Фриз Мастерс. Там более такие спокойные экспонаты от археологических раскопок до каких-то феминистских фотографий 80-х годов. Тоже много всего, и я в последние годы ходила на эту выставку, буквально два или три дня тратила, чтобы обойти как можно больше, чтобы захватить и впитать в себя как можно больше вот этого вот современного искусства. Да, я мало что понимаю в современном искусстве, но я могу сказать, что в основном это просто знаменитые галереи, которые продвигают своих знаменитых художников, и за счет того, что эти художники знамениты, их работы становятся более дорогими, востребованными и так далее. Поэтому само по себе искусство не так-то уж может быть и какое-то из ряда вон выходящее, что-то там нашел, какие-то детские игрушки, слепил из этого какую-то идею, и уже можно продавать. Так вот я один раз шла, по-моему, в 2012 году на эту выставку по Оксфорд-стрит, и увидела знак дорожный стоял. Дорожные работы, и там человек копает что-то там, да, вот этот вот треугольник. И кто-то подписал на нем Heavy Umbrella. То есть как будто бы человек хочет поднять вот этот вот очень тяжелый зонтик. Это тоже уже можно представить как Tate Art. Tate – это современное искусство. Поэтому why not? Почему нет? Кстати, по поводу дорожных знаков, на той же самой выставке, по-моему, в 2013 году были представлены вот эти вот дорожные конусы. Как раз, когда идут дорожные работы, их выставляют в Англии, чтобы машины видели их и объезжали. И так вот из этих конусов были сделаны какие-то мультяшные, интересные такие веселые лица при помощи других каких-то предметов. И я это пофотографировала, и одна из фотографий продалась у меня за 100 фунтов. Можете себе представить – 10 тысяч рублей. Но, кстати, по поводу фотографий, очень сложно работать на таких выставках, так как сам экспонат представлен художником, имеет авторские права. Тебе очень сложно продать такие фотографии, агентствам тоже. Тебе обязательно надо подписать, что это за экспонат, кто автор этого экспоната. И желательно, чтобы рядом с этим экспонатом стояли какие-то люди и смотрели на него. То есть, чтобы в картинке участвовали еще какие-то другие лица, потому что сама картинка – это все-таки авторская работа. И если просто сфотографировать экспонат, такую фотографию очень сложно продать. Ну, так вот, несколько раз у меня продавались с этой выставки фотографии. Даже недавно какая-то продалась. Ну, очень мало продавалось, там, 3-5 штук. Но цены достаточно высокие. По поводу видео, так как уже после какого-то там 2014-2015 года я стала больше снимать видео, был у меня один ролик на YouTube-канале, я уже об этом рассказывала, который полностью украл другой канал, по-моему, «Молдавские новости», точно не могу сказать, из какой страны, и вставил в свой репортаж новостей, вот «Культурный дневник», по-моему, назывался канал. Полностью с моим контентом, с моей музыкой, с моим монтажом все просто скачали и полностью вставили в свой репортаж. Я была, конечно, в шоке, но еще больший шок у меня вызвал то, что недавно мне пришел Copyright Climb на этот репортаж, на мой собственный ролик, они же еще подали на авторские права, что этот ролик полностью принадлежит им. Я дописала в YouTube, что это не так, что у меня агентство защищает мои права, запульнуло в мое агентство весь этот ролик, что у меня есть аккредитация, что все файлы у меня сохранены, видеофайлы я могу предоставить, и пусть они докажут, что авторские права этого ролика принадлежат им. В итоге YouTube перевернул авторские права в мою сторону, и что там с этим каналом было, я не знаю, но, скорее всего, у них ничего там не было. Но так вот, пару раз у меня воровали контент, еще был один случай, потом расскажу, там возник Copyright Strike на тот канал, и потом они мне стали гадить. Но об этом я позже расскажу, если кого интересует, пишите в комментариях, может быть, поподробнее расскажу и расскажу, что я с этим делала. Также очень дорогущими почему-то являются экспонаты из какого-то металла, такого очень блестящего, может быть, это отполированная сталь, может быть, еще что-то. 3,5 миллиона фунтов стоил экспонат, вот обычный такой вот красный экспонат, на фоне которого я нечаянно сфотографировалась. И это был самый дорогой экспонат в 2016, по-моему, году. А еще мне запомнился такой экспонат, собранный из каких-то игрушек, из кукол Барби, из гребешков, из расчесок, все такого розового цвета, и там можно часами ходить, все это разглядывать. Ну, я не знаю, там, piece of art, как это называется, кусок искусства, ну, наверное, 3 на 3 метра был такой, достаточно большой. И из мелких-мелких-мелких деталек всяких вырисовывается какая-то общая картина, что автор имел в виду, я не могу сказать, я не читала, но тоже привлек свое внимание лондонской общественности. Ну, а также туда стоит прийти и посмотреть людей, которые наряжаются, приходят туда. Это какие-то знаменитости, актеры, олигархи, я не знаю, кто эти люди. Я пыталась там кого-то пофотографировать, я знала, что там очень много селебрити, вот этих вот знаменитых, популярных людей людей Британии и вообще со всего мира приезжают туда посмотреть это искусство. Ну, я кого-то пыталась в толпе сфотографировать, какие-то интересные костюмы, наряды, кто-то там такой красивый, гламурный ходил. Ну, я не знаю, кто это. Может быть, это звезда, а может быть, просто человек, который выпендрился. Также там ходят люди в качестве экспоната, тоже какой-то костюм наденут на себя и ходят. И ты думаешь, то ли это просто человек пришёл на выставку, вот такой вот crazy, то ли это звезда, то ли это экспонат. Ты даже не знаешь, ты просто идёшь вдоль ряда, а там перед тобой лежит какой-то пакет, внутри которого человек. И ты думаешь, что это такое, что это за экспонат, или это просто человек. Там, кстати, есть такие живые перформансы, то есть какие-то живые номера, которые представляют какое-то искусство. Вот, допустим, какие-то люди в 1917 году ходили, что-то мычали, а над ними были нарисованы какие-то формулы. Я не знаю, формула звука это или что. В общем, очень много всего интересного. Над каждым экспонатом можно зависать по полчаса, по часу. А также вот среди этих людей я увидела двух девочек, которые просто гуляли по выставке. Ну, они мне показались какими-то интересными. Я их пыталась сфотографировать, они сразу так закрыли лицо своими волосами. А потом, когда я обернулась посмотреть, что у них сзади, потому что волосы казались очень длинные, у них оказались волосы сплетенные между собой. То есть это как бы близнецы ходят с одной копной волос. Это тоже был экспонат. В общем, очень много всего интересного, и ты просто впитываешь это всё как губка. Если ты вот такой вот творческий человек, тебе это обязательно нужно сходить, что-то новенькое посмотреть, что-то понять и что-то своё придумать. Но, конечно, уже под конец выставки ноги устают, очень сильно гудят, голова уже ничего не воспринимает. Но ты такой заряженный чем-то таким интересным, я бы даже не сказала позитивным или негативным, но что-то такое интересное, и ты идёшь домой и думаешь, вот это да, вот это можно продать за миллионы долларов. Класс! Что-нибудь сама такое придумаю. И что-то да придумывается. Ну а так в последние годы я ходила, делала репортажи, и сама старалась уже насладиться этим. Рядом с какими-то экспонатами фотографировалась. Очень часто там популярные такие экспонаты в виде зеркала. Ты смотришь в зеркало, и там какая-нибудь надпись, там типа «Красота спасёт мир!» И ты такой «О, я красивая! Красота спасёт мир!» В общем, в каждом экспонате заложен некий какой-то смысл, который можно отыскать как самому, так и прочитать. В надписи к каждому экспонату есть название экспоната, кто автор и в какой год изобрелось. И часто бывают аннотации, что автор имел в виду. Но, в принципе, самое интересное, мне кажется, это самому понять, что автор имел в виду, а потом уже подойти и сравнить. Но, к сожалению, вот так вот или нет времени, или ты ходишь и смотришь только несколько экспонатов, чтобы полностью осознать, что же в этот кусок искусства заложено. В этом году она пройдёт с 13 по 17 октября. Если кому интересно, покупайте билеты и добро пожаловать в мир современного искусства. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!